Шалом! Есть ситуации, которые их главные действующие лица предпочитают сохранять втайне. Это в большой степени относится к многочисленным героям, совершившим подвиг спасения евреев в годы Второй мировой войны, которых мы сегодня называем праведники народов мира. Мы знаем о многих таких случаях, но вероятно, в том числе и стараниями самих этих праведников, большинство из них так и останутся под завесой тайны. Но в чем суть этого феномена? Тора предлагает нам необычный ракурс, которого следует рассматривать этот вопрос. Итак, во всех еврейских храмах во все времена стоял золотой жертвенник, располагавшийся в самом центре святилища. На жертвеннике совершалось ускорение благовоний. Доступ к нему имел только священнослужитель, оставаясь там с Творцом наедине. Отсюда урок. Порой человеку следует служить Творцу без широкой огласки и реакции со стороны окружающих, положительный или отрицательный. Как, например, это происходит с анонимными благотворительными пожертвованиями. Это отчасти объясняет и самоотверженность людей в спасении евреев в годы войны. Они выбрали, чтобы только Бог знал о содеянном, подобно воскурению благовоний в храме. Шаббат шалум. В отношениях с ним есть только мы двое. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...